Вечером 28 марта Следственный комитет Российской Федерации объявил о доказательствах причастности Украины к теракту в Крокус-Сити-Холле. Прогноз о последующих событиях и действиях Москвы как в рамках специальной военной операции, так и на международной арене Бахкутове Рудал политолог Сергей Марков. Сейчас обнаруживаются некоторые факты, которые говорят о связи террористов с Украиной. Следователи заявлены о том, что есть связь с украинскими националистами. И также известно о том, что террористы пытались укрыться на территории Украины, поскольку бежали с Москвы на автомобиле именно в направлении границы Украины. Были там недалеко от границы Украины, собственно, и пойманы, и арестованы. Но пока фактов, указывающих на связи именно с властями Украины, нет, они не запиксированы. С большой вероятностью они могут быть при следующем расследовании запиксированы. Также те факты, которые говорят о связи с Украиной, пока еще то есть не с властями Украины, а просто с украинскими националистами, они доложены следователями, но российскими властями пока еще они не предъявлены. А в связи с колоссальным международным значением этого вопроса, конечно, эти факты должны быть предъявлены публично международной общественности. Какие возможны действия? Если говорить о возможной ликвидации руководства военной разведки Украины, службы безопасности Украины, то это уже давным-давно террористические организации, и, конечно, российские спецслужбы уже давно пытаются их ликвидировать. Поэтому здесь ничего нового не будет. Мы предполагаем, что одной из главных целей этого теракта было спровоцировать Россию на массовые акции возмездий против мирных жителей крупных украинских городов. То есть, чтобы Россия вела себя так, как ведет себя Израиль в секторе газа, и осуществлял такие массированные бомбардировки в том числе жилых кварталов. Но этого точно не будет, потому что для России жители Киева, Харькова, Одесса – это русские люди. Это наши люди. Российская армия пришла туда их не убивать, а освобождать. И к тому же, большой вероятностью, это будущие граждане Российской Федерации. Поэтому ковровых бомбардировок не будет. А что возможно, это возможно объявление не только руководства СБУ и военной разведки Украины, но и лично Владимира Зеленского, причастным к теракту и, возможно, его устранению.